всем огромный привет меня зовут алена и я наконец-то сделала орхидею вот такая она у меня получилась как я долго над ней мучилась я долго не понимала что мне нравится чего я хочу и сами лисе это для меня была огромная проблема вы просто не представляете наверное все время что я делаю свои ролики на ю тубе у меня до этого ни разу не получил 100 орхидея которого меня устраивало что такое иди сюда что такое ухты все закрой пожалуйста чуть быстро до свидания свой цветочек я сделал сразу с корнями но можно его посадить и в горшочек это уже смотрите для чего вы хотите его сделать я безумно хочу сделать одну фотографию и она будет стать и у меня в инстаграме поэтому заглядывайте туда но перед тем как мы с вами начнем делать нашу орхидею я хочу посоветовать вам один интернет-магазин для рукоделия и творчества магазин называется тадди в этом интернет-магазине вы найдете большой выбор материал для рукоделия вы найдете там все что вам нужно это такие материалы как фоамиран ну а самое важное что там есть это гофрирная бумага о которой вы меня часто спрашиваете гофрирная бумага производства италия плотностью 180 грамм именно ее я использую в своих цветах и орхидеи мы делать будем тоже из этой бумаги новый популярный материал изолон из которого тоже сейчас уже начали делать цветы и также расходные материалы это тейп-лента флористическая проволока тычинки и многое-много другое ну и конечно материала для тонирования качественно корейская пастель мунгё особенно я люблю масляную она там тоже есть маркеры сухая пастель и самая важная доставка по всей россии и по всему миру также в интернет-магазине есть скидки от суммы заказа и на доставку а также накопительные скидки и бонусом для любой рукодельницы является небольшим мастер-класс который вы можете найти в этом интернет-магазине все ссылки на этот интернет-магазин я оставлю в описании к этому видео проходите туда и смотрите приступаем к орхидеи вот такой вариант в принципе получается если нам сделать орхидею просто из гофриной бумаги ничего с ней больше не делать этот вариант меня не устраивал потому что он слишком сильно болтается и знаете я заметил что почему-то в орхидеи когда мы сильно не растягиваем цветочек она постепенно начинает сжиматься я же сделала вот такой вариант более жесткий но я допустила одну небольшую ошибку чуть позже расскажу какую я склеивала два слоя бумаги между собой для того чтобы она была плотная и такие цветы мне кажется лучше смотрятся на веточки но вы уже делаете таким способом который вам нравится больше для своего способа я использовала двухсторонний тонкий скотч и вот это была самая большая ошибка он отклеивается и все свои заготовки все я сделала из этого скотча но проснувшись утром я обнаружила что края цветочка начали потихоньку отклеиваться я взял один такой лепесток и склеила пва клеем и вот это было хорошее решение но я уже вам буду показывать орхидеи именно из двухстороннего скотча так как ну надо с ними что-то сделать не выкидывать же лепестки шаблоны на лепестки я оставлю в описании к этому видео вам останется только распечатать формате а4 размеры описать не буду потому что для меня это слишком долго я просто не успеваю теперь давайте к самим лепесткам вот этот лепесток который я сейчас держу в руках он склеен именно пва клеем и склеивала я один слой бумаги на 2 посередине тонкую проволоку и не растягивая положила под книгу лепесток высох и знаете получилось очень хорошо но он становится жестким и вот мы начинаем придавать форму начиная загибать край потом в ладошке загибаем весь лепесток чтобы у нас принял красивую форму лепестка не был очень плоским но делать это не просто так как я уже говорю что что со скотчем что с клеем лепесток становится жесткий но мне хотелось добиться вот именно такого эффекта и в принципе все лепестки мы будем с вами обрабатывать одними тем же способом подкрашиваю я красителем разбавила его в воде до нужного мне цвета и буду подкрашивать вы уже красить можете свою орхидеи совершенно в любой цвет брать цвет бумаги совершенно любой орхидеи огромное количество цветов и сортов поэтому выбирайте тот который нравится вам я тут что-то импровизировала и у меня получилось так сказать своя орхидея я покрасила сейчас лепесток который у меня находится с пва клеем оставлю его сушиться и потом посмотрим развалится он или нет потому что после покраски именно с двухсторонним скотчем он начинает отклеиваться ну по логике это нормально красить можно масляной пастелью или же фломастерами смотрите уже чем вам удобно и вот на этом лепестке очень хорошо видно что скотч отходит и отклеивается обрабатываем все лепестки одинаково стараемся придать небольшую форму чашечки чтобы листок казался более живым на один цветочек нам понадобится 5 лепестков когда мы лепестки все выгнули и подкрасили можно собирать собирать цветочки я буду на тейп ленту если ее нету можете использовать гофрированную бумагу сначала берем два больших лепестка и склеиваем их между собой затем у нас будет один более круглый лепесток и располагаем его с одной стороны посередине и два последних они более такие овальные будут снизу но так как у меня не хватило длины проволоки я добавлю и уже после этого прикручиваю последние два лепестка я думаю сколько людей столько мнений столько идей и каждый из вас возможно придумал какую-то свою идеальную идею для того чтобы сделать орхидею у меня же она получилась вот такая выгибаю все лепестки располагаю их правильно и посередине заливаю клеем я использую клей так иглу но могу сказать что если вы используете пва клей но очень густой это тоже будет отличный вариант потому что мне кажется что это клей тот же самый пва просто очень очень густой и липкий и вот в таком же состоянии я оставляю сушиться но до этого я еще выгибаю стебелек после того когда клей высохнет у наши лепестки не будут сдвигаться в стороны и будут держаться на месте для окрашивания еще сверху я сбрызну aqua spray мне нравится что получаются вот такие точечки и придают интересный внешний вид цветочкам теперь бутоны тоже можете делать любое количество я сделала 4 штучки причем что все разного размера основу я делаю с фольги приклеиваю ее на проволоку и затем кусочком бумаги подбираю просто по размер я начинаю обклеивать наш бутон кстати раньше я как-то не принимала никакой дни пва клей никакой другой в работе с бумагой сейчас понимаю что в мелких каких-то элементах это очень очень удобно тем более что допустим в бутонах если использовать только клей у нас бутон получается очень ровный и красивый но с термо клеем не всегда получается красивый результат также не забывайте зад и первой ти саму ножку бутоном также я хочу сделать и корни для своего цветочка я беру проволоку совершенно разного размера и начинаю и обкручивать тейп лентой можно использовать для утолщения и бумажный салфет или же гофрированную бумагу обкручиваю каждую проволоку и делаю где чуть шире где чуть уже совершенно разной толщины после чего выгибаю в разные стороны у нас получается вот такие корешки но и стебель я взяла совершенно произвольной длины он наверное сантиметров 40 и начинаю прикручивать к нему бутоны но до этого я утолщила сам стебель для того чтобы он был более толстый и начинаю прикручивать до стебель орхидеи темного цвета начинаю прикручиваю с бутонов и добавляю цветы количество цветов и бутонов вы можете выбирать сами постепенно прикручивая цветы формируя веточку в общем веточка готова но у нас же не хватает серединке серединке мы с вами будем уже делать после того как сделаем сами листья потому что я долго выбирала как же все-таки их сделать за это время мой лепесток с пва клеем уже подсох и смотрите он не развалился он как был склеенный так и остался поэтому лучше всего бумагу склеивать не скотчем а пва клеем веточка готова и начинаем прикручивать сами корни начну я короче импровизировала как могла листья вырезала на глаз делая что-то похожее на орхидею листья мне хотела сделать более светлого цвета но он не закончился поэтому буду делать листья более темные можно сначала скручить полностью вот так вот корешки приклеивать листья можно вообще их не используйте не делать если вы будете ставить свою орхидею в горшочек можете просто сразу приклеивать листик стебли цветочка я же начала вот такой какой-то необычный способ сначала приклеила один листик на один корешок потом добавляла постепенно корешки и постепенно добавляла сами листья от самых маленьких самым большим как я уже сказала листья вырезала на глаз просто смотрела как мне хотелось чтобы он торчал в сторону и самое важное если вы используете тейп-ленту будьте внимательны потому что тейп-лента и горячий клей между собой не дружит поэтому я в один момент решила что буду закреплять не термопистолетом а уже на тейп-ленту после того как я прикрутила все корни к своей веточке я добавляю снизу полоску гофрированной бумаги и и хорошо приклеиваю обматывая всю тейп-ленту потому что дальше буду приклеивать уже листья на горячий клей и нам же нужно их на что-то закрепить поэтому обматываю полоской гофрированной бумаги и приклеиваю сделано и начинаем постепенно приклеивать листья для того чтобы большие листья сделать выгнутыми мы просто ножницами придаем форму листу и затем по обеи стороны от орхидеи приклеиваем листья листья клеится не в шахматном порядке а именно один ниже другого настоящие орхидеи очень интересно закручиваются сами листья но у меня так сделать не получилось они все равно получается по-другому поэтому делаем так как получается если же вы будете сажать свой цветочек в горшок то корни вам делать не обязательно и как получится снизу тоже не столь важно вы его просто потом ставите или в шпаклевку или в любой другой раствор или же в пенопласт и у вас будет красивый домашний цветочек обязательно хорошо подклеиваем все края и в принципе у нас уже все готово можно оставить и так но я же не могу без того чтобы не закрасить не подкрасить свой цветок на беру красители наношу на губку два цвета это коричневые такой оливковые и будут тонировать как корни также и слегка листьям но листья буду тонировать только оливковым цветом чтобы придать им немножко больше объема и светлого оттенка по краю листа вот так у меня уже получается я заляпалась вся теперь нам же нужно сделать серединку наша цветочка что я сделала я взяла не гофрированную бумагу а самую обычную белую офисную бумагу вырезала вот такую штучку подкрасила посередине масляной пастелью и сбрызгнула спреем чтобы тоже придать такое вот немножко пятнистый оттенок затем я подкручиваю все закручиваем усики которые находятся сверху это удобнее делать ножницами и получается вот такая серединка но не забывайте любой краски ли фломастером нарисовать внутри еще и точки вот так получается нам еще нужно сделать вовнутрь такую круглую штучку там я ее делаю из фольги и обтягиваю обклеиваю гофрированной бумагой бумагу я взяла светло такого бежевого оттенка чтобы она сильно белым не выделялась срезаем ли нижние и можно собирать до конца весь цветочек сначала приклеиваем нашу серединку усики должны находиться сверху вашего цветочка там где у вас расположен один лепесток и затем посередине приклеиваем еще наш шарик оставляем сушиться и на этом орхидея будет готова ну а я уже за кадром доделаю все остальные цветочки вот таким образом выглядит на орхидея уже сделано серединка мне очень нравится результат я надеюсь этот вариант понравился и вам и напишите обязательно в комментариях возможно вы знаете каким способом можно склеить две бумаги вместе для того чтобы нам проще было делать такого вида орхидею ставьте лайк подписывайтесь на мой канал ну конечно не забывайте нажимать на колокольчик чтобы не пропускать мои следующие видео до новых встреч пока пока кто мне мешает